В день с традиционными для города улицами и проспектами Петербург прорезают реки и каналы, которые сейчас используются в основном для туристических прогулок. А пару веков назад были настоящими транспортными магистралями, по которым переправляли людей и товары, ездили по делам и в гости, а в выходные обязательно выезжали на водные прогулки. Что тебе снится, креско-проба, час, когда у нас столетных не возникнет? Помню, в годы. Напротив летнего сада, на противоположном берегу реки Фонтанки, стоит двухэтажное здание с колоннами и куполами. Дом номер 6. Здесь, в 30-х годах 19 века, находилось училище проекта мрачной мощью и суровой замкнутостью. Со всех сторон здание было окружено водой. Через рвы были перекинуты подвесные мосты, которые с наступлением ночи поднимались, превращая замок в настоящую крепость. Однако многочисленные предосторожности оказались напрасны. Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит своими приспешниками. После смерти Павла дворец опустил. Царская семья не хотела жить в столь мрачном месте. Замок передали инженерному училищу, в результате чего у него появилось второе имя – инженерный замок. Мы свернули в реку Мой. Когда Петербург, на этих землях растиралось огромное болото. Затем территория была осушена, и в Оранжереях, рядом с несохранившимся Екатерининским дворцом, садовник Эклибен выращивал бананы и ананасы. Позже, по приказу императрицы Анны Иоанновны, здесь разбили ягдгард, или охотничий сад. Место для гоньбы и стреляния оленей, кабанов, зайцев, а также галереи для охоты. По правому борту была территория, как уходит Пулковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгод на картах Российской империи. Островной характер застройки города делал и делает воду очень важным элементом жизни Петербурга. При Петре Первом о вскрытии реки жители извещали тремя пушечными выстрелами из Петропавловской крепости. Царь, а в его отсутствие комендант города, первым садился в лодку и тем самым открывал навигацию. О замерзании реки извещали барабанным боем, и придворный шут в наряде странника первым переправлялся по льду через Неву в сопровождении почетного эскорта. Территория Петербурга сейчас лежит лишь на 1-2 метра выше уровня моря, а местами и ниже. Сейчас уже доподлинно известно, что около 10 тысяч лет назад на месте города было Древнее море. В окрестностях до сих пор находят останки его жителей. Рассказывают, что в 19 веке поисками этих окаменелостей занимались представители всех сословий, включая и директора Царскосельского лицея Энгельгарта, наставника Александра Пушкина. Переселяли в Петербург, как тогда говорили, на вечное житье с женами и детьми. Отсюда их уже никуда не отпускали. Многие, прожив здесь несколько десятков лет, сами не хотели сниматься с места. Многочисленными были и приезжие, работавшие в Петербурге сменами. Перед нами открывается известнейшая панорама Петербурга. Пространство вдоль Невы до следующего моста по правую руку от нас занимает университетская набережная. Здесь расположены самые старые постройки города, почти что его ровесники. Первое, что притягивает взгляд на этом берегу Невы, здание цвета морской волны с башенкой, увенчанной глобусом. Это кунфкамера. Это первый российский общедоступный музей. Был основан личным указом Петра Первого, собиравшего редкости по всей Европе. А улицы. Обратите внимание на данное здание красного цвета, которое стоит торцом к Неве, а фасадом смотрит на эту улицу. Это свидетель еще одной реформы деятельного царя Петра. Здание двенадцати коллегий. Именно Петр создал будущее министерство, или коллегии, как их тогда называли. Фасад зданий скрыт с деревни, но если вы прогуляетесь вдоль него, то заметите, что оно построено из двенадцати одинаковых трехэтажных секций по числу коллегий. Сейчас здание двенадцати коллегий, главное здание Санкт-Петербургского,